А вы что не перейдёте? Глава города Анатолий Пахомов провёл личную встречу со всеми участниками процесса. На совещание пригласили представителей ГИБДД, перевозчиков и экскурсионные фирмы, транспортные предприятия. В итоге была определена фирма-перевозчик, у которой есть все разрешительные документы и лицензия. А для прохождения ежедневного техобслуживания муниципальное предприятие «Сочи Автотранс» до конца летнего сезона предоставило свою базу Головинской автоколонны. Спасибо Антону Николаевичу. Безвозмездно на этот сезон дали в пользование вот эти вот ямы, помещения и прочее, чтобы работа пошла и максимально быстро войти в сезон. Так как многие экскурсионные фирмы по Сочи с нетерпением ждут, когда же этот водопад откроется. По планам на линию в этом году выйдут примерно 20 единиц техники. Это модернизированный ГАЗ-66. Технические осмотры они будут проходить каждый раз перед и после выхода на маршрут. Для выпуска подвижного состава на линию здесь будет проводиться технический осмотр предрейсовый, технический осмотр после рейсовый, также медосмотр водителей. Предрейсовый, после рейсовый. Проводить его будут специалисты ИП «Данилян», которые будут выпускать подвижный состав на линию. Десятидневный перерыв и потеря заработка заставила многих изменить свое отношение к ведению бизнеса. Сами водители теперь шутят. Нет худа без добра. Утверждают, что за время вынужденного простоя привели свои автомобили в идеальное техническое состояние. И о штрафах за перевозку людей без путевого листа наконец-то можно будет забыть. До этого работали, ну кто как мог работал. Сейчас, потому что потихонечку, ввиду того, что в целях безопасности вот эта процедура налаживается и будет как бы дальнейшая работа связана именно с безопасностью, которую мы хотим наладить. Раньше гостей курорта возили к 33-м водопадам прямо по руслу реки Шахе. Два года назад этот маршрут закрыл нацпарк. Теперь машины с отдыхающими ездят по грунтовой дороге. Кстати, ее местные предприниматели также обещают привести в порядок – спилить нависающие ветки и засыпать ямы. По словам самих работников этой отрасли, это в их интересах сделать свой бизнес максимально прозрачным и легальным и не допускать к работе теневых предпринимателей, которые своей беспечностью порзят репутацию перевозчиков на этом популярном маршруте. Для многих местных жителей это основной источник заработка, потому им выгодно, чтобы этот бизнес процветал как можно дольше. А это возможно только при соблюдении всех норм закона и обеспечении максимальной безопасности гостей города Сочи.